Спустя пять лет после смерти Майкла Джексона в продажу поступил его новый альбом Escape. У нас его, кстати, тоже уже продают. Создавали его звезды западной поп-музыки, а также многие коллеги, которые работали с Джексоном при жизни. Что в итоге получилось, знает Анна Балтина. Второй посмертный альбом Майкла Джексона собран из неизданного ранее. Вокал был записан еще в 80-х и 90-х, но широкая аудитория услышит эти песни только сейчас. Записи, которые сам Майкл считал черновиками, это продукт такого качества, которому многие современные исполнители могут позавидовать. Когда он работал над альбомами, записывал, соответственно, массу материала, который по каким-то причинам, по-разному, в альбом не входил. Более того, очень часто Джексон просил стереть так называемые эти пробные треки. И к нашему с вами огромному счастью, звук режиссера ничего не стирали, да, напротив, все сохранили. Еще до полноценного релиза записи по одной публиковали в интернете, чтобы подогреть интерес публики. В команду, которая оживила песни короля поп-музыки, вошли лучшие. Чего стоит, например, имя рэппера и продюсера Тимберленда или певца Джастина Тимберлейка. Но мнения поклонников разделились. Кто-то говорит, новый искусственно возрожденный Майкл все же не тот. Новые песни, над ними работали вот эти вот, ну, хоть и известные какие-то продюсеры там и так далее, но все-таки это не его рука и это очень чувствуется. Грубо говоря, в наше время можно взять любую песню, сделать какой-нибудь ремикс и добавить туда просто вокал Майкла. Но это же не будет уже его песня, это все равно будет что-то другое. Павел Талалаев – единственный в России официально признанный двойник Майкла Джексона. Его работу одобрила сестра певца Латойя. У него уже есть и собственные двойники-самозванцы. Четверть века он следит за творчеством артиста и ждет каждого альбома, даже после смерти певца. Альбом замечательный, Майкл еще раз доказывает то, что все-таки он жив, вот, так как выходят все-таки альбомы. Конечно, хочется, чтобы еще что-то появлялось, да, какие-то, может быть, неизданные записи там, допустим, видео. Меня интересует просто все. Александр Кондуков, главный редактор российской версии журнала Rolling Stone, считает, суперхитов на диске нет, но дух Майкла Джексона сохранить удалось. Дух более чем присутствует, потому что Майкл Джексон поет молодо, поет сексуально, с помощью современных новых технологий. Ему очистили голос, там его подмонтировали, добавили ему дополнительный драйв. И благодаря этому, я думаю, что пластинка звучит так свежо, легко и абсолютно ненавязчиво. В планах компании Sony Music выпустить 10 посмертных альбомов Джексона. Родственникам певца за права на издание выплатили примерно четверть миллиарда долларов. Значит, прибыли ждут в разы большей. Некоторые поклонники считают, в дисках ничего плохого нет, другое дело, как использовать доходы. И заключают, в память о Майкле лучше бы отдать деньги на благотворительность. Анна Балдина, Лейла Алмазарова, Валерий Глушаков, Вести.